Так, постулатокрест на современном садоводстве. Сейчас я объясню, почему я это. Это мои постулаты. Любой пересаженный с оборудованием центрального корня, натуральный, ну или детства. Вот. И покупать, выращивать на месте. Насос. Центральный корень насос. Ну, что тут особенного-то. Постулат 28. Краеугольный. Вот это вот вторая половина мирового открытия. Первая половина принадлежит Исаевой, доктору наук. Вот это вторая половина. То есть, мы подошли с двух сторон. Никакими ухищениями, в том числе, пыточными, пересадками, обрезками, обильной поливой. Помните, если обрезать, корни обрубить, урожай будет раньше. Раньше, но за все годы он будет меньше. Обильные поливы, удушение проволоки, обдирание коры, обрубание корней, обильные подкормки, создание искусственной среды обитания и, возможно, получить урожай за все годы жизни, больше, чем заложен в программе развития до момента зачатия. Момент зачатия. И наоборот. Вот. И добавляем сюда то, что открыла Ирина Исаева, что никакими селекционными, никакими мероприятиями с селекционным характером невозможно увеличить урожайность дерева, опять же, за все годы. Там неважно, два родителя, один родитель. Невозможно. Вот это должно быть, как высечено в мраморе. Вот. Институт, университет, а перед ним стелла. А на стеле вот это должно быть написано. И тогда начнется новая эра, новое садоводство. А пока я знаю, вы знаете несколько сотен человек. И все. Ну, из науки Ирина Александровна сами не знает. Вот. Ну, и с нашим кругом 10, 20, 30 людей с высшим образованием. Даже сельхоз. У меня даже брат мой. Он же механик, он электрик. Но закончил сельхоз вуз. Он меня знает, понимает, помогает. Вот. Ну, и еще к тому же, среди нас много людей с инженерным образованием. Пусть они, даже если кто-то из них не посадил еще ни одного дерева, ни одного семечка. Для них это настолько понятно. Потому что путь не может по-другому. Это просто невозможно. Стоит только подумать. Да, конечно, а как иначе? Они черт-то придумали, что нет в твоей мере. Нет в мире ни одного правильного дерева. Но сколько дали возможности зарабатывать вначале на том, что писать статьи, снимать фильмы с умным видом, лезать, лезать, лезать. И учить, лезать, учить. А потом это химикаты опрыскивать. Потому что тут же на дереве напрасываются эти самые грибы. Им же надо поедать мертвечину. Вот. Ура, урожай. А он урожает. И ведь смотрите, как они пытаются. Искалечил дерево. Но это я вам постулаты расшифровываю. Меня ругали за то, что постулаты. У меня не постулаты, а темы. Такие. Долго говорю, сильно, так сказать, расползся мыслью по дереву. Помните, как это? Такое выражение. А надо бы якобы, чтобы было коротко. Ну вот я уже короче-то не могу. Уже куда короче-то? Понимаете? Ну если потом берешь, подходишь к дереву, да? Вот. Смотришь на него. А там они все разные. А как так могло случиться? Вот. Понимаете? А и причем вот этот момент, который они, они, ну понимаете, что я подразумеваю. Я только вспоминал раньше. Они уничтожили часть телеветок, сделали искусственный штаб. И привет, выпустите себе рожать. Раньше вы никогда сюда не посмотрите. Вот. Добились того, что вдруг. Это все вранье. Тут же, тут же огромный это урожай. Но еще до урожая, и после огромного урожая, сейчас и дерево гибнет. При смерти урожая. Но тут же до урожая, уже некоторые знают, что за ним последующий смерть. Искалечив дерево, они требуют, уже не сами. Сами они ни херена не делают, они только учат. После этого они берут и учат так. А берите теперь, а цветов тысячи, через один, даже не задумываясь, через один, через два, через три. Берите вот так вот, выщипывайте, выщипывайте. Взял стремянку, залез на дерево и давай щипать. И они это называют спасти дерево, а то он действительно может погибнуть. Вот то, что это большое урожай, могут погибнуть, они знают, так? А то, что они спровоцировали большое урожай смерть, и теперь человек пытается спасти, а ему говорят, караул, давай щипай, щипай, щипай. Вот так вот был устроен мир. Сура, извесим, потом давай его спасать.